Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие командоры! С вами главный командор Чинацкий, и надеюсь, у вас настроение праздничное всё ещё имеется. Сегодня мы с вами продолжаем играть в War Robots, если вам игра нравится, не забывайте поставить лайк, дорогие друзья, подписаться на канал, конечно же, ну и, естественно, оставить какой-нибудь интересный комментарий по теме видео, все читаю, все будет интересно посмотреть, ну а самые любопытные, конечно же, и лайкнуть тоже. У нас сегодня, собственно, такой, ну я это снимаю ещё в 2020 году, вы это видео увидите уже в 2021, посредние дни 2020 года, так сказать, и сегодня я хочу пройтись по, ну довольно-таки важной вещи, которую я уже давно хочу сделать, а именно купить дрона. Пока что не буду открывать магаз, потому что мне нужно 5 лямов, я думаю, что мы сегодня их накопим без особых проблем, и, собственно, перейдём уже к новому дрону. Надеюсь, он, опять же, тоже будет интересным и эффективным, что тоже важно. Такс, платина есть, это есть, всё хорошо, плюс у нас сегодня, давайте сразу откроем поставку, друзья, мы сегодня две откроем, то есть одна вот у нас уже есть, и ещё одна будет ближе к концу видео, поэтому оставайтесь со мной и смотрите до конца. Меня очень разочаровывает этот ящик, если честно, тут безумно много реально крутых призов, но всегда выпадают частички, элементы. Вот тоже, ну вот видите, то есть энергоблоки и две детали. Это очень обидно, потому что там реально дофигища прикольных призов, и, ну, получается такое, это, конечно, очень-очень-очень грустно. Но 3000 энергоблоков это тоже неплохая вещь, хилиться-то так и так надо, поэтому, в общем-то, окей, зайдёт. Так, ну что, давайте долго тянуть не будем, погнали в быстрый бой, активируем себе урон, защиту, ну и ключики тоже активируем, почему бы и нет. Погнали. Сейчас, кстати говоря, довольно-таки интересно есть акция, довольно дёшево продаются арбалесты. В принципе, довольно интересная пушка, но проблема в том, что она лёгкая, то есть если бы всё-таки продавались, ну, не знаю, например, гауссы, которые сейчас в операции есть, я бы, может быть, ещё бы подумал бы на джаггера поставить, по-моему, было бы топчик. У него всё-таки тяжёлые слоты, а поскольку арбалисты это лёгкие, лёгкие пушечки, с ними немного сложнее, потому что у меня таких роботов, которые прям издалека налегке, не особо имеются. Вот так вот. Ну что ж, погнали, карта мне нравится, одна из моих любимых карт, поэтому, в общем-то, с удовольствием поиграю на ней. И давайте смотреть, может быть, я уже даже отсюда смогу прострелить, сейчас он выйдет на 600. Классно, ладно, выключаем боевой режим, идём дальше. Может быть, сможем здесь пропушить, вот, давай-давай-давай, помогаем-помогаем-помогаем. Отлично, я думаю, что да, хорошо, прекрасно. Ставим Аегис. Понимаю, что основной дэмэдж будет идти в ребят, которые спереди, но мы можем попытаться помочь. Подпушить чуть-чуть. Так, вот сюда хочу выстрелить, отлично. Верхняя пушка вносит реально большой дэмэдж за счёт того, что у нас Джаггер более-менее прокачанный. Поэтому, в общем-то, даже вот этот один выстрел из неё, он может очень эффективно отработать. Так, две каламити тоже, как видите, неплохо продамаживают. Ну, плюс мы тут тима играем. Тиммейты молодцы, хорошо отыгрывают. Так, давайте сольём, наверное, три каламити. Идём на перезарядочку, у нас две секунды, ну и сейчас мы сможем его пропушить вообще без проблем. Найс. Хорошо, это минус. Этого не стал стрелять, потому что у меня верхняя пушка уже отзарядилась. Нам нужно более точно, чтобы мы его видели, чтобы чё-чё снять. Так, у кого Скурдж? У этого. Нам надо этого снимать обязательно. Он МК-2шник. Жирный чувак, жирный. Но снимать его надо обязательно. Даже ценой своей жизни нам надо обязательно его снять. Он очень-очень-очень опасный. Блин, опять я пропустил выстрел в верхней пушке. Это на самом деле проблема, и надо стараться не допускать таких моментов. Потому что, ну, эти выстрелы, они довольно дорогие по дэмэджу. Поэтому нужно стараться, нужно стараться попадать. Слушайте, на Джаггере мы уже хорошо отыграли. То есть мы внесли тонну дэмэджа. Так, у нас с вами перезарядочка пушки. Давайте сюда выстрелы, даже просто по щитку пробьём чуть-чуть. Вот, то есть Джаггер, да, он себя уже отработал. В принципе, молодчик, всё нормально. Можно уже потихонечку будет готовиться к... Хорошо. О, это мы снова вас видят. Сверхний выстрелили, хорошо его сняли. Можно будет готовиться к Фенриру, либо даже к Титану. Я думаю, что сейчас... Или мне показалось. Да, похоже, мне показалось. Очень странно. Я думаю, что у меня Скорпиончик сейчас за спиной будет. Хилимся. В принципе, я думаю, что здесь мы уже отъезжаем. Но это ничего страшного. Абсолютно, опять же, у нас всё с вами чётко сработано. Выбираем Фенриру и просто пропушим немного в толпу. Я думаю, что всё должно сработать просто идеально. Так, вот этого челика будем снять немножко под конец. Нормально, сойдёт. Так, давайте прямо сюда, опять же, телепортируемся. Выбираем своего Фенрира и идём пушить. Да, опа. Ждем. Хорошо. Продамаживаем просто прекрасно. Третье ХП ему сняли. Это хороший дэмэдж по Скорпиону. Обычно Скорпионы хотят вообще урона не получить и свалить по-тихому, убив противника. Но у него не получилось. Он получил третье ХП в минус. Поэтому это очень-очень даже здорово. Такс. Ну нормально, нормально продамаживаем. Давайте дадим немножко Нуклеону нашему перезарядиться. Я вижу, что уже кида кто-то высадил. Мне кажется, немного рано. Но ничего страшного. Для пуш потенциала тоже подойдёт. Такс. Сюда простреливаем. Я вижу, что там тоже, вот, меня начинают дамажить. И подхиливаюсь для этого. Хил у нас офигенно выкупает на Фенрире весь дэмэдж, который мы получаем. Ну, то есть, вы сами видите. По сути, всё, что было потеряно, мы всё восстановили. Нуклеон уже перегрет. Но он всё ещё попадает. Поэтому тоже всё ок. Давайте подождём немножко, чтобы он полностью перезарядится. Найс, найс, найс. Скорпион сзади дамажит. Я просто хиляюсь, отхиливаю урон от Скорпиона. И он просто уходит ни с чем. Он просто почти ничего не смог сделать. Почти весь урон, нанесён на Скорпиону, я выхилил. И это очень даже хорошо. Так. Ну чё, по Титану бить пока я не хочу. Потому что, ну, как бы мне проще будет Артура себе зареспавнить. И с него уже, с Титанами посражаться. Но, я думаю, что вы уже сами видите. Всё, ребят, это уже выигрышный бой. Можно даже хильнуться. В принципе, здесь мы даже, ну, более-менее Титана смогли пропушить. Так, и давайте вот так. Прекрасно. Прекрасно. Вот здесь уже пошла жара. Здесь уже мы на нашем Титанчике. Артур более, конечно же, эффективный, чем Кит в десятки раз. Поэтому просто поворачиваемся сюда. И начинаем гасить и те, кто нам здесь попадается. Так, здесь немножко сняли дэмэджи. Можно вот сюда пострелять. Вижу, что сверху летает эта летающая крыса. Можно по ней пострелять чуть-чуть. Артур против неё хорошо работает. Поэтому мы вот так, видите, как бодренько ломаем кабину данному персонажу. Подхиливаемся. И я думаю, можно сделать сейчас... Вот так вот. Хорошо. Блин, кстати говоря... Не, нормально, нормально. Перезарядка полностью проработалась. Я думаю, что этого кида мы сносим. И можно будет потихонечку попробовать по летающему. Тоже погасить чуть-чуть. Найс. Ещё один Титанс Лэйр есть. И сейчас третий. А, третьего не получилось получить. Застелили там немножко. Но самое главное, что это минус три Титана уже, если не больше. Поэтому... Ну, здесь, ребята, да. Здесь они уже отъезжают. И мы с вами внесли просто море дэмэджа. Это точно первое место. Однозначно. Просто стопудово смотрим на 300 тысяч наших призовых. И, да, это почти два ляма. Почти два ляма дэмэджа. Это просто безумное количество. Такс. Ну, чё? Что у нас здесь? Искра, кстати говоря. Да, я на Наташу поставил. У нас уже новый слот. Кто помнит, поставил пилота из Скорпиона. Для Скорпиона. Но мы его просто прокачиваем. Естественно, потом мы его отправим куда-нибудь ещё. На Скорпиона, я надеюсь. Так. И в чём ещё фишечка? У меня сейчас есть 200 голды. Мне очень хочется посмотреть, сколько стоит прокачка пилота. Потому что, если стоит там 200 с чем-то, даже 300, то мы, может быть, сегодня ещё и пилота качнём. Это тоже будет очень даже оптимальный варик. Ну, сейчас мы это проверим. Так. Какой пилот меня интересует? Наверное, на Финрире меня больше всего интересует пилот. Бернадетта. Она прекрасно справляется. И я хочу сделать её ещё сильнее. 500. Рановато, значит. Ладно, ещё к этому вернёмся. Это вещь полезная и важная. Так. По операции у нас с вами плюс к опыту. Ну, ещё 30 голды. И скин для Немезиса. Ну, у меня Немезиса нет. Поэтому, опять же, отчилим пока что. Так. Ну что, друзья. Я думаю, что дальше давайте посражаемся. У нас, в принципе, три боя. Стандарт. Поэтому давайте перейдём к следующему. Без проблем. В принципе, нормально. Нормально. Отыграли первый бой просто шикардосно. Карта мне нравится. Всё понравилось. Всё хорошо. Эта карта тоже неплохая, на самом деле. Но мне больше нравится расстановка снизу. Сверху не такая прикольная. Но ладно. Ничего страшного. Тоже. Я думаю, что отыграю. И да. Обязательно нужно уже покупать нового дрона. Потому что этот стартер-дрон меня уже начинает пораздражать немножко. Он всё-таки абсолютно бесполезный. А я ещё вообще не знаю, как... Ну, вот я куплю за 5 миллионов чертёж. Мне же, наверное, надо будет его ещё как-то... Что-то с ним делать, короче. А я, к сожалению, не знаю, что. Подрубаемся. И давайте стрелять по вот этому персоналу. Хорошо. Ага. У этого есть щит неприятный для меня. Блин, я боюсь, что здесь... Да, я боюсь, что здесь, скорее всего, мы отъедем. Я пытаюсь свалить, но, к сожалению, просто без шанса. Слушайте, здесь прям довольно плотный будет обстрел. Я предлагаю десантироваться сюда, на Финрире и попытаться пропушить здесь. Потому что, ну, там слишком много их. А если я пойду через центр? Здесь тоже довольно много. Так, смогу ли я здесь их перехватить и попытаться... Да, я думаю, что смогу. На самом деле здесь неплохой поинт. Здесь их двое, здесь двое. Перехватить через левый фланг можно попробовать. 400 метров. Мне бы хотя бы 300. Мне бы хотя бы 300. Давайте попробуем поближе подойти. С 300 уже сможем работать. Вот сюда вот, например. Ждем. Ждем. Поехали. Найс. Отлично, отлично, отлично. Работаем. Прекрасно. Чувак довольно непростой с этим щитом неуязвимым. А РСовским. Поэтому нам нужно тоже не сильно пушить. Давайте подхилим себе эту дамышку, которую нам сняли. Хорошо. В прыжке добиваем того чувачка. Замечательно. Я не знаю, смогу ли я пробить этого сейчас. Поэтому давайте стенсорируемся на других целях. 3-2 счет. В принципе, все. Поехали. Такое ощущение, что они не ожидали, что мы отсюда выйдем. Что странно, кстати говоря. Так, у него тоже щит этот неуязвимый. Поэтому ждем. Ждем. И сейчас, возможно, подхилимся. Думаю, что у него щит уже закончился. Ага, у него Аегис есть. Не вопрос, в принципе. Аегис довольно быстро снимается. Особенно Нуклеоном, который даже на перез... Ну, типа, когда... Слушайте, у нас сейчас демок довольно жесткий по нам проходит. Давайте отойдем. Нам нужно будет подхилиться обязательно. Блин, у этого чувака вообще хп не осталось. Добей, плиз. Вот. Вот это печально. Вот это очень печально. Я не знаю, смогу ли я его перехватить здесь. Это не я добил, но все равно очень хорошо добили. Добляемся. Счет 5-4. Не самый лучший. Но и пока что не проигрышный. Что-то меня радует. Пробиваем по Аегису. Просто, чтобы Аегис снять. Потому что демодж идет от ребят. Поэтому 5-6. Вот это уже немного печально становится. Не, на самом деле ситуация непростая, ребята. Они тоже играют в команде. Чуваки, в принципе, шарят. Давайте Наташу-то мы должны снять по-быстрому. Я думаю, что размотаем ее. Да. Прекрасно. Прекрасно. Килл оформлен. Нуклеум прекрасно вносит демодж. Но мне хочется все равно, чтобы он был еще более прокачанный. Мне вот такое ощущение, что чуть-чуть не хватает money damage с Нуклеума. Хорошо. Отлично вдамажились. Ну и по нам нормальный демодж проходит. Я не знаю, надо отходить сейчас. Не будем кушать слишком сильно, ребята. Потому что, видите, мы сейчас... Конечно, есть у нас поддержка. Но что-то она какая-то такая неуверенная немного. Так, там один... Блин, давайте. Очень большой соблазн пойти помочь тому чуваку. Но я не добегу. Банально не добегу. Больше времени потрачу. Пока будут просто туда скакать. Так. Хорошо. Хиляемся. Нормально выхиливаем опять же весь демодж, который прошел. Снимаем Аегис. Да, все нормально. Аегис снят. 6-7 счет. Блин, ну вот, кстати говоря, действительно бой такой. Прям напряженный немного. Стреляем с Нуклеона. Ракетница не проходит. А вот, сейчас проходит уже. Нормально, в принципе. Тоже демодж неплохой внесли. Сойдет. Давайте сейчас перезарядимся немножко. О, отлично. Он еще и щит подрубил. Давайте, помогаем, помогаем. Надо его пропушить максимально. В принципе, весь панациал у нас есть. Пушк. Блин, а что он не пушк? Хиляемся сразу Нам нельзя допустить, чтобы скорпион много нанес С помощью выхила мы с вами нормально отработали Только по нам вообще огонь идет Просто я не могу отойти, мне Я не знаю, ребят, мне немного печально Что помощи я не чувствую То есть я не совсем понимаю, где наши союзники Помощи не особо ощущается У меня сейчас То ли ливают, чуваки То ли что-то, ну, короче, какие-то странные у меня Ощущения на этот счет Я буду продолжать играть от максимума Буду хиляться, хотя я не уверен в победе В данном бою, но Буду стараться Отыгрывать по максимуму Так, там скорпион, я, к сожалению, не могу на него отвлечься Лучше внести больше дэмэдж сюда Да, скорпион меня выносит Жестко, но без фенрира будет проблематично Немного, давайте, наверное, ребят Надо уже так вот отыграть Я думаю, что это будет Эффективным решением Что такое, ну Хорошо В принципе, высаживать Артура сейчас немного преждевременно Я это прекрасно понимаю, но Нам нужен сейчас пуш Более активный А ребята не особо справляются с этим Ну вот они как здесь стояли, так и стоят Все это время Это все-таки Не очень хорошо Так, мы видим Он, по-моему, будет взлетать? Да, он взлетает, замечательно Это для нас хороший вариант Просто начинаем его дамажить Это Это отличная цель для Артура Поэтому просто дамажим по пустому Отлично Не зря, не зря топнул Как видите, это было правильным решением Перезарядка идет Не могу ничего сделать К сожалению Так, ну что, давайте отойдем, наверное Здесь уже есть смысл немножечко отойти Так, у нас там идет сейчас основной бой Я в одиночестве на данный момент Ждем Ждем чуваков, потому что, в принципе, спешить некуда Счет 12-13 Не особо приятный, но ровный Можно по-моему сюда подойти Так, на той стороне есть еще челик Вот сюда я хочу справлять немножко Ну, что дамаж так Что-то проглючило, что ли Я не знаю, почему так слабо дамаж прошел Не очень понятно получилось Ну ладно Так, вот сюда не особо Стреляю Вот сюда вот Не хочется пострелять прям очень сильно Чтобы нам попроще было потом играть Против данного товарища Ну, какой-то дэмэдж проходит, ребят Какой-то проходит И то хорошо Я хочу Ну, блин, было бы очень здорово Обойти его сбоку Но что-то, если честно У меня есть сомнения Что мне получится это сделать Обойти вот с этой стороны И в тыл выйти Это будет просто бомба Но не знаю, получится ли Не все выстрелы Во-во-во-во-во Вот это прекрасно Он сейчас довольно быстро улетит С 500 метров С моего рейнджа Но мы внесем хороший дэмэдж Пока он летит Да, вот Вот это Это прям мы красиво проработали Ну все, он почти мертв У него почти минус титан Это хорошо Это очень даже неплохо Так, давайте сольем, наверное, пушку Окей Чтобы перезарядочка у нас началась Найс Так, ну там уже 700 Давайте, ладно Побыстрее попытаемся дойти Потому что что-то очень долго Мы здесь маринуемся 15-15 счет Но по количеству Вроде как у нас с вами преимущество В один Так Ничего страшного Ничего страшного Ну как ничего страшного Неприятно, конечно Блин, меня удивляет вот этот робот Честно говоря, до сих пор Но вы видите, сколько он выдает Это просто жесть Это просто жесть Окей Блин, у него и хил нормальный такой Я еще и не снял Офигеть Вот это неприятно Я ему реально не снял до Не уязв... Ой-ой-ой-ой-ой Да Мы в очень невыгодной ситуации оказались К сожалению Слишком близко я подошел И как-то слишком близко Перед 3 Ладно, ничего страшного Ничего страшного Бывает Бывает У меня еще есть на чем посражаться К счастью, благодаря тому Что у нас с вами фуловый ангар Это нам сильно помогает И я думаю, что в принципе Хорошая идея будет подхилить Артура Потому что у титанов Таких хила нет А как бы Дополнительный хил никогда не помешает Даже небольшой Замечательно Подхилили чуть-чуть Но я хочу вот этого Артура еще подхилить У него даргетическая пушка Это даже более интересно Давайте вместе с ним подходим Походим В следующий раз Просто попокетим его Чтобы у него было больше Возможностей выжить А он нас в это время попокетит Чтобы у нас тоже были больше Возможностей на выживание Далеко не отходим Наша задача сейчас не особо пушить Наша задача Приклеиться к этому Артуру И вот сейчас, например Его выхилить Поехали Помогаем чуваку Хил не то чтобы прям какой-то безумный Но я думаю, что на Артуре И это будет очень приятно Я думаю, что чувак благодарен нам сейчас Потому что смотрите, как восстанавливается его полосочка Сейчас хпшечка Ну, сейчас уж, конечно, не так восстанавливается Скажем честно Но мы и помогаем Немного уменьшая Дэмэдж с пушек данного чувака Ну и, естественно, пропушим Есть Не знаю, успеем ли мы не успеем Нет, к сожалению, чуть-чуть не хватает Наш Артур не смог нас защитить Но он сделал все, что мог Я в это верю Подрубаем последнего робота Это АРС В принципе, он здесь не особо будет полезен Но, как бы Счет 22-20 Нам нужно всего лишь 20 секунд продержаться на этом счете Чтобы Выиграть этот бой Я думаю, что это Ох Я могу себе позволить немножко пропушить Потому что у меня есть вот такая вот замечательная вещь Которая тоже неплохо гасит весь дэмэдж Эээээээх Нормально, нормально И отходим В принципе, не особо рисковали И за счет этого победили Хороший, красивый бой Такой немного неуверенный, но под конец с вами красиво себя показали, мне кажется Нормально, 2 миллиона дэмэджа выдали при этом Я еще думал, что может немножко косикнул Но 2 миллиона дэмэджа показывает, что нет Все сделали с вами четко и красиво Так, ну что, последний бой Но перед тем, как к нему перейти, друзья Я предлагаю, наверное, все-таки Купить уже, наконец-то, нового дрона Давайте этим я и займусь Ну что, друзья, наконец-то смогу вам показать нового дрона Подкопил тут немножечко деньжат 6,5 лямов у нас с вами имеется Я даже не знаю, какого выбрать Есть флай, есть дефендер Они абсолютно одинаковые по статам Ну, давайте дефендер, он похож на какой-то космический корабль Мне кажется, это будет поприкольче Так, хорошо, 5 лямов Он нам стоил, и походу он реально сразу же готов Не нужно ничего прокачивать Так, рейджинг интенсифайр Это плюс 3 дополнительного урона Это, кстати, очень даже not bad Это у нас с вами тоже плюс 2 дополнительного урона То есть это абсолютно одинаковый мод А, плюс 3, а здесь плюс 2 Ну, давайте тогда этот поставим Я думаю, это поинтереснее Контрол резистор Уменьшает скорость накопления эффектов на роботе Звучит любопытно Эксит спреер еще есть, кстати Добавляет оружие дрону периодический урон Хмм Блин, это звучит очень интересно Но это синенький И он уменьшает контроль Поэтому давайте поставим его все-таки Помощнее вроде как Здесь При снижении прочности робота ниже 35% Увеличивает защиту Здесь тоже А, пока на робота наложен эффект Супрешн Повышает мощность Мне больше нравится этот Звучит более интересно И последнее Это При снижении прочности ниже 35% Увеличивает мощность защиты Да, здесь тоже самое Ставим тогда тоже Эти модули Мне кажется Слушайте, у нас получился неплохой дрончик На самом деле Ну, для начального уровня, конечно Так-то я понимаю, что это Довольно-таки слабенько выглядит Если про профессиональный какой-то уровень говорить Но мне кажется, что для начала норм Норм Посмотрим, по крайней мере Так, берем платину Берем Монеты У нас с вами остается Выполнить еще важную вещь А именно получить себе Вот эту награду Чтобы я мог сегодня с вами Еще одну поставку открыть Собственно, нам нужно как раз 20 монет Ну что, погнали? Погнали Я думаю, что за один бой Вполне возможно, что мы сможем их поднять Так, ну что ж Новый дрон, да? Ну, давайте поглядим Карта, в принципе, норм Но мне она не особо нравится Честно признаю На самом деле, одна из моих нелюбимых карт Давайте начнем с Джаггера на стартере А вот на Фенрира поставим своего нового дрончика И посмотрим, как он отработает уже Потому что, ну, на Фенрира Как бы больше надежды, чем на Джаггера Поэтому я думаю, что Он будет более эффективен, соответственно Так Смотрим, будет ли кто-то взлетать Вот я... Ага Да, но он невидимый Поэтому я по нему продамажить не могу А, он не взлетает, он прыгает Я... Да, окей Окей Это все равно не получилось по нему Может быть сюда получится? Так Ну что-то, что-то мы внесли Что-то внесли Окей Туда я не достреливаю У меня одна секунда перезарядки Так Смотрим Попаду Слушай, нормально Ну, в принципе, вот такой вот кусок Тупо отъели за один выстрел Это, на самом деле, not bad, на мой взгляд Так, хорошо Слушай, а мне почему-то кажется Что... Не, нормально Перезарядка 10 секунд Просто как-то очень быстро На самом деле Такое ощущение, что перезаряжается Как будто быстрее, чем раньше Но нет Вроде перезарядка такая же Успеем? Да, отлично Кусочек опять же съедаем О, он даже не отходит Интересно То есть такой смелый чувачок Я так понимаю, да? Тут смертельная схватка Нам... О, сколько он добьет Это уже однозначно Нам просто главное Вносить дэмэдж По чуть-чуть По чуть-чуть Хорошо Давайте одно... Блин, не успел Быстрелить, к сожалению Но ничего страшного Слишком далеко отходить не хочу Там чувак на дальнем На снайпере играет Можно так сказать Найс Хороший выстрел И просто дамажим Отлично А Ейс пока пускай Перезаряжается Так, можно Можно даже Найс Блин, как я люблю Эту верхнюю пушку Она действительно Прекрасно себя показывает Просто замечательная вещь Так, это добивает Я подхилюсь Просто, ну, просто Что-то себя в твоей вере Ничего страшного Так, счет тем временем 5-0, друзья Ну, что-то мы сегодня Разрываем, честно говоря Я и вот этот бой Который был Для того, чтобы подкопить Ну, на Дрона тоже выиграл Вообще просто в разносе Офигенно себя Показал И, в общем-то Результаты там были хорошие 6-0 А, все Все ливанули, что ли? Что это такое? Что? Почему никого нету? Алло 6-0 Что за счет? Чуваки, ну Не сдавайтесь так Вы же командеры Вы должны играть Я уже сам буду сливаться Хочу Фенрира взять Потому что А то мы сейчас с вами Не успеем даже Затестить Нового дрона Так, хорошо Гэллахат может Кстати, нас развалить Потому что у нас Энергетические пушки У него физический щит Но можно спокойно прострелять Это ничего страшного И берем теперь Фенрира с Дефендером Опа-ча Вот это я понимаю Чисто Сокол Галактики Или как там его Тысячелетний Сокол Рядом с нами летает 7-1 счет Одного меня только Гасанули пока что Но я смотрю Нет, ребята там заспавнились Они почему-то все пошли На левый угол Ну, может быть Оно и разумно Так Ну, основная На самом деле фишка Дрона в том Что Ну, по крайней мере Нашего вот этого В том, что Что-то он телепортируется Влево-вправо В том, что он будет Защищать нас От лишнего дэмэджа Ну, то есть Нам нужно именно До 35% Снести хп Чтобы Полную его силу Так сказать Оценить А я не знаю Будут ли тут У чуваков Возможность Снять нам хп До 35% Если честно В этом не особо Что-то есть У меня сомнения Определенные Давайте даже Не буду пока Подрубать себе Дополнительную защиту Пускай меня мочат Мне реально интересно Посмотреть, как это будет Выглядеть Как бы Наша поддержка От дрона Вот так Поэтому я не буду Сейчас подрубать А, ну там уже Ну вы что, серьезно? Что это за бой Вообще такой? Это нормально? Что это такое? Что за позор? При этом У нас не какой-то Там Дрим Тим Но вы то есть Видите Это обычно Обычный Бой Абсолютно Ничего необычного Я здесь Не замечаю Давайте Я даже Нуклеум не подрубаю Снимайте мне ХП, чуваки Давайте вот сейчас Подрублю А то что-то он Бодренько мне начал ХП снимать Давайте подрублю Он нормальный Я не буду хилиться Я хочу посмотреть Как именно Да, видите Мне повышает защиту Я правда не знаю Дрон повышает Или что-то другое Но это предполагаю Что дрон Так, окей Окей Сюда Ээээ Вот здесь уже хильнусь Мне, да Защиту Видите Две и две секунды Одна и девять Ноль девять Защиту повышает дрон Это круто Это реально очень круто Это в таких плотных замесах Это может Очень сильно спасти Потому что Когда ты Вкушиваешься В противников Когда ты Вкушиваешься В противников Это В определенный момент Ну Ты просто получаешь Гигантское количество Урона И вот такие вот вещи Которые повышают Твою защиту Они могут очень сильно повлиять Поэтому это в принципе Офигенская тема И я надеюсь Что Ну как бы Этот дрон Будет нам помогать Я естественно Буду брать его Именно на Фенрира Я не буду брать его На Что-то он Ноги повредили мне Я теперь вообще Какой-то коллега Давайте Поперем Может это У нас Поможет нам Немного лучше Передвигаться Да Короче К чему На Джаггере Я думаю Что этого Ну в этом дроне Вообще никакого смысла Нет А вот Фенрир Себя прекрасно Покажет Счет 16-5 Я реально Не понимаю Что происходит Почему Чуваки Вообще Не стараются Ну я думаю Что многие Ливанули Просто Из-за этого Скорее всего Такая ситуация Получилась Скорее всего Просто Батинца Ливера Ливера Это конечно Бич игры Здесь просто Ничего не поделаешь Если у тебя Есть ливера В команде Скорее всего Я в свою очередь Возьму Себя Артура Чтобы Дополнительные Очки чести Получить Конечно же Ничего уже Не сделаешь Тут просто Получаешь Фармишь Очки чести Найс Скорее всего Тайтон слейера Получим Ладно Ничего страшного Так Ну что В принципе Кто-нибудь Еще будет Станов высаживать Или Последний Уже Ага Еще кто-то Они пытаются Но они тоже На самом деле Фармят очки чести Они просто Хотят побольше Себе Дэмэджи Внести Чтобы Ну хоть Что-то Получить С этого Боя Когда ты Понимаешь Что уже Все Твоя команда Слилась Ну хотя бы Просто Побольше Урона Навести Чтобы Побольше Денежек Побольше Прокачки Ну короче Это даже При проигрыше Влияет На самом деле Поэтому Конечно же Понимаю Ребята Так Ну что Я думаю Перезарядиться Или пострелять В этого Давайте Постреляем Наверное В этого Чтобы В пустую Не тратить Не буду Ставить щиты Я хочу Поближе Подойти Топнуться На него Может Я даже Не успею Это сделать Так Ну я думаю Что на этом Все Наверное Вряд ли Кто-то Здесь Еще Зареспавнится Я думаю Что Мы победили Бой Конечно Очень Сомнительный Честно Признаться Очень Сомнительный Но Как бы Какой Есть Хорошо Мы с вами Качнули Дрона Я думаю Что Он действительно Нам Определенную Поддержку И помощь Окажет Ну видите Да То есть Вот Такие Чуваки Должны Конечно Ну их Надо Банить Я не знаю Или Просто В лоу Приори Тих Отправлять Потому что Ну Это Прям Печально Печально Жалко Ребят Которые Играли Против Меня Ну Что Поделать Такая Вот Бывает Жизнь Ну Что У нас Что С вами По Этому Чуть Не Хватает Давайте Я тут Тогда Дофармлю Ребят И мы С вами Откроем Уже Особую Поставку Как Обещаю Это Был Кстати Интересный Бой Сейчас Вообще Жалко Даже Что Вам Я его Не Показал Но Тем Не Менее У меня Есть Плюс 30 Очков Для Нашей Новой Особой Поставки Кстати Ты Можешь Получить Более Сильную Микросхему Объединив Несколько Слабо О Я Кстати Не Знал Про Объединить 50 Голды Это Правда Стоит И я За это Получу Типа Тирес Создаваем С помощью То есть Я Из Обычных Получаю Такую Ну Давайте Попробуем Ради Интереса То есть При снижении Да Увеличивать До 10 Очков Защиты Блин Это Довольно Любопытно Реально Мне Нравится Такая Фишечка Если Мы Поставим Йод У нас У нас Уже Два Синих Злота Получается Прикольно Прикольно Не знал Что такая Возможность Есть И мы 100 Голды С вами Получили То есть Отбили В принципе То что Мы С вами Потратили Нормально Ну и Особая Поставка Давайте Глянем Вторая За видос Что мы Выбьем Здесь Я Вангую Что это Будет Снова Детали Потому что Ну Не знаю Это Очень Странно Работает Ну То есть Видите Это Реально Очень Странно Работает А так Всегда Работает Почему Мне Кажется Ну Блин 6 тысяч Энергоблоков За видос Прикольно Я Не очень Понимаю Ну То есть Вот Вы Сами Можете Увидеть Кэнди Вайпер Я получил С особой Подставки Николас Воденс Бесполезный Для меня Энергоблоки 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 Детали 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 Мне кажется Это не совсем Справедливо Но Как бы Окей Что есть Ну Что ж На данный момент Пожалуй Что все Дорогие Друзья Если Вы хотите Увидеть Продолжение Не забывайте Пожалуйста Ставить Лайк Подписываться На канал Ну И конечно Не забывайте Писать Интересные Комментарии С вами Жебухчинас И увидимся Уже Совсем Скоро В новом Видео До скорой Встречи Пока А самое Главное Дорогие Друзья Хочу Сказать Большое Спасибо Красавчикам Которые Поддержат Меня Запомните И присоединяйтесь